роман приветствую тебя приветствую артем в новом году наконец-таки точно долгожданная встреча уже в новом году соответственно но возвращаемся привычному анализу совместным техника фундамент самые интересные самые перспективные идеи реальные возможности которые мы с романом видим прямо сейчас друзья с большим удовольствием себя делимся с вами эта информация очень рассчитываем надеемся то что вы эту информацию будете использовать небольшое лирическое отступление поскольку мы стараемся для вас друзья будет неплохо если вы все-таки будете оставлять фидбэк что стоит добавить какие-то рекомендации пожелания не забывайте безусловно ставить лайки это лучшая мотивация для каждого спикера в данном случае для нас с романом как аналитиков которые готовят контент именно вам в помощь то что в двух словах буквально новый год конечно же будет я надеюсь он будет таким же интересным как и вот прошлый тема с к видом она не отпускает новые штаммы сейчас если прям углубить анализ можно найти и всех заговорщиков которые в принципе уже сейчас спрогнозировать появление новых еще более жестких и серьезных штаммов которые снова опрокинуть всю мировую экономику там середине этого года может быть все ближе концу ну я думаю друзья что такого рода фон лучше разбирать по мере его поступления сейчас у нас есть уникальная возможность сфокусироваться не на каких-то событиях связанных с форс-мажором в виде пандемии а на фундаментальных системных факторах но вот в данном случае именно на действиях регуляторов центральных банков которые сейчас повсеместно столкнулись с проблемой высокой инфляции эту проблему они пытаются решить таким образом ужесточаем монетарную политику но если конечно же это не центральный банк турции потому что там абсолютно неадекватная политика но не буду судить кто такой что касается действий центральных банков фррс который нас интересует конечно же мы ждем повышение процентной ставки в марте как и все трейдеры инвесторы спекулянты марта уже в принципе не за горами времени не умолим вершись вперед не успеем глазом как собственно марта же берется сегодня роман у меня на самом деле немного идей есть два инструмента которые очень нравится я предлагаю демонстрации крана во первых этот золото сейчас копировки 1838 я очень долгое время золото рассматривал с точки зрения покупок рекомендовал прям активно его покупать в начале недели мы очень неплохо заработали опять же на росте этого актива с теми кто прислушиваться к моей рекомендации сейчас козировки 1838 и резонный вопрос что будет дальше ну во первых нужно понимать что тот рост который последовал по рынку гацевых металлов он имеет под собой конкретные фундаментальные основания это паника которая на рынках появилась после обвала американского фондового рынка и конечно же на фоне панических настроений сейчас пользуются спросом все что хоть как-то ассоциируется с защитой плюс ко всему золото конечно же сейчас еще пользуется поддержка на фоне зашкаливающегося инфрационного давления и при сохранении тенденции от роста иноксистрибовских цен во всех регионах мира я думаю что золото сможет еще на этом фоне выиграть кстати по поводу американского фондового рынка коррекция уже на 10 процентов и по всем анонным постулатам технического фундаментального анализа это уже полноценное снижение которое реально может прирасти в нечто больше а очень интересное наблюдение было от моих коллег когда в среду мы видели рост рынка золота он совпал с фактом значительного притока средства в золотые те фонды в частности крупных рынок за которым я слежу это из пидиер больше раз 305 миллионов долларов за один день влили в этот фонд а это опять же для как бы ремарочка для хейтеров которые считают что золото сейчас никто не вкладывается в реле 305 миллионов много фонда и мне кажется вообще максимум который я видел в плане интереса к и теевкам золотым за последнее время и на мой любимый инструмент для анализа рынка это психология индекс рыночных настроений большинства и меньшинства отличает толпа золото шартид и я допускаю что по этой причине мы также можем легко еще сходить выше причем целью не амбициозной это 1870 1880 и это не размазанные ожидания скажем на ближайший квартал это реально то что мы можем увидеть уже на следующей неделе почему бы нет тем больше на следующей неделе у нас заседание фрс если одна сделка против тренда это уже должно насторожить потому что все сейчас скажет как вообще возможно торговать против тренда но ну черный зол скажем так нефть на мой взгляд очень сильно перекупили в последнее время очень дорого стоит сейчас бренда будет я и вообще весь сектор энергетики и я думаю что коррекция которая началась здесь еще и экспирация эта коррекция которая может перерастись тоже в нечто большее так же как и ситуация с американским фондовым рынком причем у меня есть несколько фундаментальных доводов почему рынок нефти может снизиться во-первых это жесткая позиция американских властей которые фактически заявление вчерашних байдена о том что белый дом сделать все возможно чтобы в ближайшие дни развернуть и рынок нефти потому что высокие цены на нефть они провоцируют рост цен на топливо на цен на топливо у сша выросли по сравнению с периодом годичной давности практически вдвое и параллельно с ростом цен на топливо рейтинги байдена сейчас ниже плинтуса поэтому если байден все-таки хоть как-то думает об отношении населения к партии власти и если хочет за собой сохранить собственно эту позицию конечно же нужно предпринимать какие-то решения я думаю что даже дополнительные продажи статистических резервов сейчас было бы достаточно чтобы все-таки немножко охладить этот интерес к рынку нефти и впереди китайский новый год 1 февраля перед китайским новым годом то есть фактически следующей неделе это последние когда китай планирует продать тоже физические резервы чтобы перед праздниками добиться снижения цен на топливо чтобы китайцы могли дешевле заправлять свои автомобили отправляясь поездки к близким породным и знакомых короче ждут снижения и причем ты знаешь довольно неплохое я думаю процентов на 5-7 то есть фактически ожидаю что бренд может стариктироваться 80 долларов за банк ну что интересно очень даже даже я заслушался вот потому что интересно ты подбираешь факты да вот про то что 305 миллионов долларов да в золотые фонды это тоже важно особенно ну я про bitcoin тоже ролик сейчас на канале я тоже там смотрел что есть некие сервисы где можно отслеживать когда крипто киты до перемещают свои активы из биткоина и в биткоины и поэтому можно ориентироваться на снижение или на рост здесь это тоже реально может дать может не мгновенный эффект да но какой-то отложенный эффект реально может дать вот давай прям перейду мне хочу тоже прокомментировать золото что я первое обратил когда сегодня посмотрел на график и подумал что же ты скажешь про это золото то что здесь очень красиво так особенно может быть для начинающих будет виднется фигура головы и плечи разворотные что он пойдет вниз вот но на самом деле я думаю что для вообще скажем для волатильности золота это не такой уж значимый диапазон волатильности на которых идет разворот хотя временно может быть вполне я даже обозначил вот такой вот здесь вот сигнал для тех кто торгует по моим сигналом краткосрочным то есть если закупаться например если не прям сейчас а искать точку входа в золото то самое идеальное это вот у нас здесь есть линия сопротивления сейчас будет зеркальная линия поддержки и от этой зоны можно будет как раз таки золото закупить вот кто в покупку стоит ну хочет стать возможно снижение потому что реально это очень сильно похоже на голову плечи а когда все ну как я вот особенно на обучение когда рассказываю почему мы ищем идеальные фигуры да потому что если фигуру хорошо видно то ее видят в тысячи миллионы трейдеров по всему миру и тоже хотят ей воспользоваться и как бы эффект вот этот плацебо начинает действовать начинает продавать и цена падает потому что все продают а все продают потому что цена падает вот и краткосрочный эффект это может реально оказать вот на может скорректироваться но дальнейший рост вполне возможно вполне возможно вот что касается нефти Я буквально в понедельник делал выпуск у себя на канале прогноза, ну и собственно на канале и маркетс тоже сказал, что нефть скорее всего откорректируется, потому что мы дошли до верхней некой психологической отметки, да, вот горизонтального уровня, вот, был ложный пробой, как мы видим, ну а вообще все эти горизонтальные уровни, достаточно широкая зона у них, то есть они не точно отбиваются, они бывают с большим пробоем отбиваются, что собственно и произошло, да, вот цена уже вернулась, и краткосрочные можно было заработать, и вполне возможно, что еще, я тоже как-то в данном случае согласен, как ни странно, с тобой, что цена может еще опуститься, во-первых, этому свидетельствует гэп вот этот вот мощный, да, с каким отрывом прям пошла цена вниз, вот, и просто сила инерции, как говорится, да, она может еще двинуть дальше цену вниз, может быть перед этим закроется сначала гэп, да, красиво, как это было с рублем, например, но потом может еще дать, да, вторую волну, вот, поэтому здесь действительно, ну и вот и MACD индикатор, видно, тоже в нижней зоне находится до сих пор, поэтому и у тебя там, кстати, аллигатор, да, или что там с открытой пастью, видно, что скорее всего тоже будет пока что нисходящее движение, поэтому можно настроиться на продажу. Ну и затрону несколько еще, да, графиков буквально, ну вот S&P 500 действительно, правда, ты сказал, что он пошел вниз, да, все вот технические уровни поддержки пробил. Ну, пока что, я бы так сказал, что вот с тех пор, как вот с этой зоны у нас S&P 500 пошел вот в такую хорошую коррекцию, с тех пор просто сама волатильность вот этих вот коррекций, она вот вошла вот в такую стадию, когда они большие, и рост, и коррекции большие, да, если до этого мы там понемножечку двигались, то здесь сейчас они пошли большие, вот эта раскачка, она, я бы не сказал, что она сразу может свидетельствовать о падении, скорее может свидетельствовать о том, что будет вот эта вот борьба быков и медведей вечная, и особенно много начинающих, здесь, как правило, ну, рынок условно разводит, да, когда мы думаем, все, падение, мы продаем, а он раз, и начинает тянуть все вверх, и вот эта волатильность, она сильно как бы вытягивает, поэтому я считаю, что здесь может цена сейчас очень долго и сильно гулять, обманывая инвесторов, то вверх, то вниз, вот, потому что, ну, рынок, если падает сильно, действительно, мне кажется, он может очень резко упасть, прям он должен сильно просесть, прям еще сильнее гораздо, вот, очень быстро, тогда это будет прям вот, хотя бывают, конечно, и другие сценарии, но вот пока что, мне кажется, что рост все-таки еще потенциально возможен, вот, американского фондового рынка и, как следствие, S&P 500, поэтому смотрим, как он дойдет до этой границы, во всяком случае, до нижнего уровня поддержки, да, вот здесь он может дойти и вполне от него отбиться еще, вот, а может нарисовать новый просто какой-то тренд, да, очередной такой вот наклонный, но, очевидно, вот это вот замедление никогда, оно есть, поэтому здесь мы, наверное, долго еще будем поптаться на месте. Ну, и дам пару сигнальщиков по вот валютам, вот по канадцу, например, вот я смотрю сейчас, здесь мы находимся в таком, отбились от уровня поддержки, вот, на канале я предполагал, что цена может пойти дальше, и если она потом вернется, у нас будет зеркальный уровень, вот здесь вот сопротивление, от него можно будет продавать, но пока что цена находится наверху, если все-таки она пойдет дальше наверх, то здесь нас будет ждать зеркальный уровень как раз-таки сопротивления, вот, это была поддержка, вот, поэтому вот в этой точке можно будет рассчитывать на продажи, ну, кто канадцем интересуется, вот, по японской иене у меня есть, у меня есть трейлер хороший торгует, я специально для него фактически делаю по японской иене, хотя сам ее очень не люблю, она очень непредсказуемая, вот, но, думаю, ладно, буду для человека делать. Да, кому, кстати, Артем правильно сказал, кому интересны какие-то еще инструменты, вы пишите в комментариях, будем дополнительно включать в свой обзор, почему бы и нет, потому что инструментов много, мы все включить не можем, но если кому-то действительно реально интересно, надо, как вот я по японской иене стараюсь сделать, то есть будем делать. Вот, поэтому вот в этой зоне здесь линия сопротивления у меня идет, один раз идеально отработала, прям вот точка в точку, да, вот во вторник в этот, я уже этот сигнал делал на прошлой неделе, и вот вполне возможно, что она следующая опять отработает от этой же точки, потому что цена уже хорошо ушла вниз, это значит, продавцы есть, сила продавцов есть, значит, от этой точки цена может отбиться тоже очень хорошо. Ну и рубль вот интересно наблюдать, также я на канале у себя говорил о том, что цена закроет гэп вот эту, она действительно его закрыла, и сейчас рубль перешел просто в стадию какой-то вот огромной волатильности, да, мы смотрим по рынку, это просто какое-то безумие, что было буквально там вот несколько месяцев назад и что сейчас происходит. Такие сильные движения, они, ну вот, во-первых, дают нам возможность заработать в этом канале треугольника вот этого, вот, а во-вторых, я все-таки склоняюсь, что этот вот треугольник, он восходящий, вот, и вот эта вот ситуация с обострением политической обстановки Америки, да, и России, на территории вот этого, ну, вокруг Украины, скажем так, да, вот это вот сейчас нагнетается, оно, конечно же, будет влиять не на руку, не на руку, ну, России, в плане, ну, в плане экономики имеется в виду, вот, не на руку рублю, да, он, как правило, ослабляется на фоне вот таких обострений, вот, и тот факт, что еще нефть, да, как ты, в принципе, тоже предполагаешь, может просесть, все это может опять ослаблять рубль, поэтому я, ну, у меня нет четких сигналов, да, по рублю, например, да, у меня все-таки от линии поддержки сопротивления, но если обсуждать основной фон экономический, то все-таки я считаю, что он слабый для рубля, вполне возможно, он сейчас пробьет треугольник и дальше рвнет, поэтому лучше храните деньги в долларах, на счетах брокеров, чтобы всегда воспользоваться возможностью, а не в рублях. Я, кстати, недавно делал выпуск, ну, не выпуск, там, в соцсетях все писал, недавно менял деньги, рубли, доллары в банке, в Сбербанке, вот, парадокс, вот, скажу, да, значит, Сбербанк выдал доллары, вот, а на них там такие небольшие печатки, отметки какие-то были, ну, вот, как у нас на рублях пишут что-нибудь, а там такая вот печать от каких-то, там, краска чуть-чуть, вот. Потом прихожу в Сбербанк, отдаю эти доллары поменять, а мне говорят, мы такие не принимаем, только с комиссией, я говорю, сколько комиссии? 10 процентов. Офигеть. Я говорю, так это же вы мне выдали эти же доллары, ну, ничего не знаем, как бы, представляете? То есть, если, ну, я все-таки всем рекомендую доллары держать, но если вы берете доллары, да, в Сбербанке, в любом банке, проверяйте хоть с лупой, вот, прям, смотрите, а то вы заработаете на курсе доллара, да, а потеряете на том, что они подсовывают вот эти вот грязные доллары, условно. Вот это да, интересно. Надо быть внимательным очень, вот. Ну, вот такие вот рекомендации, в общем, советы, надеюсь, всем они помогут и всем желаю успешной следующей торговой недели. Спасибо, Роман. Ну что, тогда следим, действительно, за отработкой идеи. Очень надеюсь, что следующий эфир удастся провести в следующую пятницу. Подведем итоги, кстати, если получится, то эфир будет интересным, потому что он фактически будет на следующий день после заседания ФРС. Рынки точно будут активными, и будет интересно снова актуализировать общий новостной фонд. Ждем комментарий, друзья. Как Роман отметил, и я тоже, что если есть прям совсем потребность какая-то в разборе инструмента, дайте нам знать, мы мысли читать не умеем. И не догадаемся. Спасибо, Роман. Хорошего тебе закрытия недели и классных выходных. Пока. Спасибо, Артем. Пока.